вязать варежки буду из пряжи газал один моток из серии альпака r и 2 альпака букле пряжа альпака r на 50 грамм 150 метров и альпака букле на 50 грамм 140 метров у двух этих пряж схожий состав отличается только процентным соотношением и для вязания варежек понадобится по одному мотку из каждой коллекции после вязания варежек остается вот такой остаток пряжи вязать буду на чулочных спицах три с половиной миллиметра для вязания манжета нам понадобится бросовая нить обычным способом набираю 37 петель наша основная нить должна быть сверху и бросовая внизу на каждую спицу распределяю по 9 петель на этой спице у нас остается 10 9 идет в вязание и одна петля для замыкания вязания в круг петлю с левой спицы переносим на правую с правой сбрасываем и петлю переносим с правой на левую спицу подтягиваем петли и разворачиваем вязание на каждой спице у нас должно получиться по 9 петель и далее приступаем к вязанию манжета будем чередовать провязыванием 1 лицевой 1 изнаночной 1 лицевая 1 изнаночная и так продолжаем до конца ряда во втором и в последующем ряду лицевые мы провязываем за переднюю стенку изнаночная за заднюю стенку всего нам нужно провязать 45 рядов провязали 45 рядов и далее приступаем к объединению с краем манжета подгибаем манжету вовнутрь соединяем чтобы у нас здесь было начало ряда и соединялась здесь первая у нас идет лицевая и находим первую петлю первого ряда вот она это основная нить набрасываем на левую спицу и вместе с лицевой провязываем 2 петли вместе лицевой далее у нас изнаночная идет меняем направление у изнаночной петли и находим вторую петлю первого ряда набрасываем на левую спицу и провязываем 2 петли вместе лицевой далее лицевая у нас и находим третью петлю первого ряда набрасываем и провязываем 2 вместе лицевой и так повторяем у изнаночной мы меняем направление и и находим следующую петлю в первом ряду набрасываем провязываем 2 вместе лицевой соединили вот так выглядит внутри и теперь бросовую нить мы снимаем далее берем нить букле и соединяем вот с этим хвостиком и далее будем вязать основная нить которую мы вязали манжету и нить букле следующий ряд все петли провязываем лицевыми начало ряда отмечаем маркером лицевой гладью провязали 15 рядов вот наше начало ряда и далее следующие две спицы мы объединяем то есть на одной спице у нас должно получиться 18 петель таким образом у нас остается 3 спицы на 1 18 петель на 2 других по 9 мы вяжем правую варежку поэтому отверстие для пальца мы будем делать в начале этого ряда при вязании левой варежкой мы будем делать отверстие в конце этого ряда для того чтобы сделать отверстие для большого пальца мы берем бросовую нить это та же нить которую мы набирали первый ряд и провязываем этой нитью 6 петель провязываем лицевыми петлями 1 2 3 4 5 и 6 далее возвращаемся к началу ряда где у нас идет основная нить и продолжаем вязать лицевыми петлями провязываем 6 сбросовой нитью и далее по кругу продолжаем вязать лицевыми петлями вяжем на расстоянии примерно до конца мизинца высоту от большого пальца провязываем 30 рядов и всего от манжета у нас получилось 45 рядов убавление будем делать здесь на этой стороне и здесь провязываем лицевую и далее две петли вместе лицевой далее вяжем лицевые вяжем до конца спицы до тех пор пока не останется 3 петли остается 3 петли 2 провязываем вместе 1 лицевой далее 1 лицевая переходим на следующую спицу вяжем лицевые до тех пор пока на этой спице не останется 3 петли до тех пор пока на этой спице не останется 3 петли так 3 петли 2 провязываем вместе лицевой и последнюю лицевую убавление мы будем делать в каждом ряду поэтому повторяем лицевой ряду поэтому повторяем лицевая 2 петли вместе лицевой далее вяжем до тех пор пока на этой спице у нас не останется 3 петли осталось 3 петли 2 провязываем вместе лицевой и и последнюю и последнюю лицевую переходим на следующую спицу 1 лицевая 2 петли вместе лицевой далее все лицевые и так мы вяжем по кругу делаем убавление в каждом следующие спицы вяжем лицевые до тех пор пока на спице не останется 3 петли есть 2 провязываем вместе лицевой и последняя лицевая и так мы вяжем по кругу делаем убавление в каждом ряду вяжем до тех пор пока на спице у нас не останется 12 петель здесь 3 здесь 3 и здесь 6 обрезаем нить и замыкаем вязание в круг для замыкания вязания в круг нам понадобится крючок снимаем 6 петель вводим в эти петли крючок и проводим нить следующие 3 убираю спицу и ввожу в петли крючок и через эти петли провожу нить и последние 3 петли делаю с ними то же самое есть и теперь затягиваем и прячем нить внутри варежки здесь произвольно прохожусь вдоль петель и затягиваю нить далее поднимаем 6 петель 1 2 3 4 5 6 и сверху мы также поднимаем 6 петель одновременно распуская нашу бросовую нить далее подводим нить и сбоку поднимаем 2 петли 1 и 2 сделаем чтобы у нас не было дырочек далее провязываем 6 лицевых с одной спицы и с другой стороны мы также поднимем 2 петли и того на большом пальце мы будем провязывать 16 петель и далее провязываем 6 петель со второй спицы и далее вяжем по кругу лицевыми на каждой спице у нас получилось 8 петель и всего 16 для удобства вязания петли можно распределить на 4 спицы на каждой спице по 4 петли на большом пальце провязываем высоту 16 рядов обрезаем нить и все петли замыкаем в круг и прячем хвостик внутри варежки прячем хвостик внутри варежки прячем хвостик внутри варежки прячем хвостик внутри варежки Продолжение следует...